В Карачаво-Черкесии казаки избрали нового атамана Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска. Для участия в выборном сборе в Черкесск прибыл атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. Как проходила процедура голосования и как были соблюдены старые традиции, о казачество расскажет Карчаберджиев. Благодаря долгой и кропотливой работе казачье общество определилось с единственным кандидатом. Выборы атамана прошли открытым голосованием. Казаки избрали нового атамана Баталпашинского отдела. Им стал Валерий Дедук. Ровно через год казаки проведут встречу для проведения итогов. Они отметили план действий Баталпашинского отдела и будут действовать в данном направлении. Сосов казачьего полковника Александра Власова, атаману предстоит огромная работа. Сильнее сплотить крепкий Баталпашинский отдел, нацелить на планомерную плодотворную работу коллектив. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо достичь определенных результатов. Сейчас по охране общественного порядка, защите границ и так далее, и так далее, все виды государственной службы, которые у нас имеются, в Баталпашинском отделе пока не реализуются. Но на вторник я уже запланировал совет атаманов, малый совет атаманов, который пройдет в Краснодаре, в Кубанском казачьем войске, где я доведу информацию, поручение президента, где в том числе и Баталпашинский отдел сможет принять участие и реализовать себя в области государственной и иной службы. Избранный атаман принимает присягу, и затем по казачьей традиции нужно троекратно охлестать на гайкой. Первый удар наносит, чтобы новый глава очтил православную веру и обычаи казаков. Второй – для того, чтобы уважал стариков. Третий – для хорошего исполнения обязанностей на благо казачества. Коллективная защита интересов друг друга. Для этого необходимо налаживать взаимодействие с органами госвласти самых различных уровней. Активное участие в государственных грантах, без этого невозможно укрепить материальную базу Баталпашинцев. При этом к участию привлекать образованную казачью молодежь, которая мыслит по современным стандартам, идет в новую современную. Новый атаман рассказал об основных направлениях своей работы. Приоритете казачьей объединения, охрана общественного порядка, повышение благосостояния казаков и их семей. Для нас главная цель – сохранение культуры и укрепление традиций развития спорта среди казачества. Наше общество должно быть едино и дисциплинировано. Тогда все задачи будут выполняться, сказал Валерий Дедук. Также в ходе мероприятий Александр Власов поблагодарил казаков за достойное участие в параде победы на Красной площади. И вручил первому заместителю руководителя администрации главы и правительства республики Надежде Пивоваровной благодарность атамана. Органов исполнительной власти республики поддерживаются позитивные инициативы казаков, направленные в том числе на сохранение мира, межнационального согласия, стабильной общественно-политической обстановки в регионе. Для более тесного взаимодействия между органами муниципальной власти, органами исполнительной власти и казачьими обществами. Казаки Карачаево-Черкесской республики с честью несут воинскую службу и участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи. Ведь это одна из главных задач российского казачества. Казаки всегда доблестно охраняли и продолжают охранять свое отечество.